Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Преступная история розы и макарона. Этнический наркокартель выявили чекисты в Самаре. Птичку жалко. В Самарском зоопарке тестируют экспериментальную установку для защиты пернатых от ЛЭП. Счастливы вместе. Секреты благополучного брака от золотых юбиляров семейной жизни. Футболисты и матрешки. Самару украшают декоративными фигурами. Кровавая луна. Самарцы выкладывают в соцсети фото лунного затмения. 10 лет и 2 месяца в колонии строгого режима за сбыт сильнодействующих наркотиков в особо крупном размере. Приговор суда в отношении лидера этнической ОПГ вступил в силу. Преступники Равшан Рустамов и его сестра Роза Рустамова промышляли под криминальными кличками «Макарон и Роза». Они организовали поставки карфентанила в Новокуйбышевск. Этот препарат воздействует тысячу раз сильнее морфии и служит обезболивающим для крупных животных. Из-за сильной активности его не применяют в медицинских целях для людей. Роза и «Макарон» наркотик приобретали через контакты в цыганской диаспоре и после фасовки передавали дилерам. Самарские оперативники и ФСБ задержали дилеров. При обыске у Рустамова нашли 430 граммов зелья. Суд признал его виновным, а сестра и сообщница Роза Рустамова скончалась до суда от болезней, возникающих из-за длительного употребления наркотиков. Контрафакт не попадет на прилавки. В Самарской области пресечена реализация поддельных моторных масел. Полицейские получили оперативную информацию о том, что в Тольятти организовано незаконное производство моторных масел. По подозрению в совершении противоправного деяния силовики задержали двух местных жителей. Возбуждено уголовное дело по 180-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал в качестве меры пресечения подозреваемому подписку о невыезде. В настоящее время полицейские выясняют каналы поставки контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается. Во время проведения обысков изъято более 10 тысяч пластиковых канистр, 272 бочки с маслом, конвейерные ленты и этикетки с товарными знаками производителей масел. Часть данной продукции была готова к реализации. Кроме того, на момент обыска в помещениях находилось пятеро рабочих, которые проживали в Тольятти и не имели постоянного заработка. Новая технология в помощь пернатам в Самарском зоопарке тестирует устройство, которое должно обезопасить ЛЭП. Хищные птицы часто используют эти конструкции как смотровые площадки, и это плохо для них заканчивается. Своим телом они замыкают ток и погибают. Марианна Мирна увидела изобретение, способное решить эту проблему. 10 миллионов редких краснокнижных птиц гибнет в России ежегодно от электрического тока. Чаще всего это крупные хищники, вороны, орлы, соколы. Опоры линии электропередач для них представляют угрозу. Поэтому зоозащитники разрабатывают все новые конструкции для спасения жизни пернатых. Птица садится, трогает крылом, а неохота, неприятно, и улетает крылья. Крайне важно для птиц, что им нужно для выживания. Она просто подлетает, садится, неудобно, улетает. К несчастью, передать неудачный опыт своим сородичам птицы не могут. Забота о пернатых ложится на плечи человека. Желтые металлические прутики с защитными насадками должны помешать птицам разместиться на опоре. В природе, когда птицы садятся на данные элементы линии электропередач, часто они гибнут от короткого замыкания, задевая за провода. Данная конструкция позволяет обезопасить их от короткого замыкания, от гибели. Крупные хищники используют лэп в качестве наблюдательных пунктов, в качестве присадок. Врановые гибнут в силу своего любопытства. Такие высокоинтеллектуальные птицы. Им все интересно залезть, разобрать, поковыряться, и они попадают под поражение электрического тока. Несколько месяцев устройство будут тестировать в зоопарке. Пока орлы только привыкают к новой установке в своем вольере. Орел-птица гордая и адаптивная. Псидозащитная экспериментальная конструкция установлена здесь не случайно. Именно орлы быстрее всех покажут результат. Если птице будет неудобно садиться на этот импровизированный лэп, то они будут установлены на территории Самарской области. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. А снится им трава у дома. Нескошенная вовремя. Самарские управляющие компании будут наказывать за оставленные заросли. Районным властям в помощь ввели статью в законодательство, предусматривающее административную ответственность. Много ли в городе травы из человеческий рост, выяснил наш корреспондент. Косил от работы по покосу травы, получи штраф. Теперь районные власти смогут наказывать управляющие компании. Есть такая статья о привлечении к административной ответственности за недоработку. Недобросовестные конторы выявляют ежедневно. Одно замечание дают время исправить. Второе грозит штрафом. Всего в городе почти 100 заросших газонов, которые необходимо подстричь. В первую очередь, внимание призывают уделять аллергенам травам. Я обращу внимание всех коллеги, что в соответствии с 74-м ГД полномочия по благоустройству дворовых территорий лежат на внутригородских районах. Поэтому говорить о том, что там площадки ни за кем не закреплены, или территории не разграничены, у вас есть контракты на бесхоз. Это раз. Во-вторых, это прямые ваши полномочия. Мы стоим на пороге формирования бюджета сегодня, в том числе и внутригородские районы. Доказывайте депутатам, районам, что данный вид работ просто необходимо выполнять. Если это на не закрепленных территориях, мы планируем уже в счет подрядной организации за средства бюджета района в план ставим на выполнение работ. Соответственно, если это какой-либо организации в их зоне обслуживания, мы им заставляем замечания, направляем. Если меры никакие на следующий день не предпринимаются, фотографируем и уже привлекаем к административной ответственности. Также сложная ситуация со скоплениями веток, оставшимися после ураганов. Ветки в такую жару высыхают и становятся пожароопасными. Всего в Самаре обнаружен 51 адрес, где последствия сильного ветра до сих пор не разгребли. Вся информация, которую мы ежедневно передаем в администрацию района для принятия решений и установления государства. Отрабатывается замечательно? Да, отрабатывает. Но с управляющими компанией у нас проблем нет. Сейчас и 4,25 статья заработала. Мы на прошлой неделе уже 72 протокола составили на тех, которые не косят. Теперь у районных администраций и управляющих компаний есть неделя на устранение всех зарослей и скоплений сухих веток. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Чем ближе чемпионат мира по футболу, тем больше футболистов на улицах города. Правда, их форма из травы, а ноги из железа. В Самаре продолжают устанавливать топиарные фигуры. Всего их будет почти полсотни. Андрей Горгуленко помог установить несколько композиций. Шесть прочных арматур. Столько требуется для того, чтобы 50-килограммовые топиарные фигуры стойко переносили любой ветер и вес людей, которые облокачиваются на конструкцию для хорошей фотографии. Процесс установки весьма прост. Хватает всего четырех человек и одной кувалды. Приезжаем на объект, устанавливаем конструкцию, выбираем грунт верхний, чтобы арматура не виднелась. Основание. Забиваем арматуру, крепим и закапываем обратно. Кладем газон на траву. Просты композиции в уходе. Искусственный газон неприхотлив и устойчив к любой погоде. А если требуется ремонт, фигуры легко демонтируются. Будем смотреть, как они себя будут чувствовать по метеусловиям. Если, как говорится, будет требоваться необходимый ремонт, естественно, будем демонтировать. Мы их приводим за зиму в порядок, ремонтируем и на следующий год выставляем. Всего в городе к чемпионату мира по футболу устанавливают 44 фигуры. В основном мячи, бутсы, футболисты и матрешки, как символ русского колорита. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Приплыли. В Самаре продаются самые дешевые среди городов-миллионников гидроскутеры и катера и самые дорогие надувные лодки. А сколько будущим владельцам обойдутся плавсредства, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня начала понемногу прибавлять в цене. За баррель марки «Брент» дают 52 доллара 60 центов. Валюта дешевеет. Курс на 9 августа. Доллар 59,98 рубля, евро 70,84 рубля. Золото стоит 2428 рубля, серебро 31 рубль 15 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 25 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 25 копеек. Повседневные расходы россиян продолжают расти третий месяц подряд. В июле траты выросли почти на процент относительно июня. Фальсификатом в стране оказались 4% молока. С начала года Роспотребнадзор снял с реализации больше 60 тонн молочных продуктов. А в Самаре продаются самые дешевые среди городов-миллионников гидроскутеры и самые дорогие надувные лодки. Средняя стоимость гидроскутера у нас 45 тысяч рублей. По стране их цена доходит до 98 тысяч. Надувные лодки в Самаре стоят в среднем 32 тысячи, в то время как в других городах России на 10 тысяч меньше. На этом все. Удачи в делах! Добраться в поликлинику, театр или библиотеку для людей с ограниченными возможностями здоровья в Самаре стало проще. Уже год в городе работает проект «Социальное такси». Специально оборудованные машины могут перевозить колясочников в любую точку. Кто может воспользоваться этой услугой бесплатно, узнала наш корреспондент. «Социальное такси, слушаю вас. Здравствуйте». Телефоны колл-центра «Социального такси» не замолкают ни на минуту. Операторы принимают заявки, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли добраться в любую точку города с комфортом. Колл-центр работает уже год, и популярность его только растет. Услугами «Социального такси» у нас в городе ежедневно пользуются порядка 100-120 человек ежедневно. Это достаточно большая цифра и, в общем-то, хороший показатель для нас, что мы создали хорошее подразделение. Все заявки специалисты вносят в компьютерную программу. Обратившемуся достаточно только назвать имя и фамилию. Программа по базе данных сама определяет, на какую льготу он может рассчитывать. Бесплатно воспользоваться социальным такси могут участники Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы, а также инвалиды первой и второй группы, которые находятся на амбулаторном гемодиализе. В колл-центре работают шесть человек с инвалидностью. Создание социального такси помогло им трудоустроиться. Это первое место, куда я трудоустроился после получения травмы. Узнал, опять же, от знакомого, что требуют сотрудники, идет набор. Я решил попробовать, мне все устроило, с работой справляюсь без проблем. В принципе, сложностей никаких не возникает ни в коммуникации, ни в технической части. На постоянные рабочие места в прошлом году в Самаре устроены больше 30 инвалидов. На это из федерального и областного бюджетов направлено больше трех миллионов рублей. Данное мероприятие было направлено на стимулирование работодателей к созданию именно постоянных рабочих мест и на то, чтобы они сохраняли в дальнейшем их занятость посредством возмещения затрат на создание как раз-таки инфраструктуры. Воспользоваться услугой можно 10 раз в месяц. Чтобы оставить заявку на поездку, нужно за три дня до нее позвонить в колл-центр по телефону 250-03-50. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. В болезни и здравии, и в горе, и в радости. Золотой свадьбой поздравили сегодня супруга в промышленном районе Самары. Секретами семейного счастья юбиляра поделились с Мариной Матвеичиной. Вызвал врача, а приехала судьба. Краткая история знакомства супругов Вавиловых. Через пять месяцев после первой встречи Александр и Нина поженились. И с тех пор не расстаются вот уже 50 лет. В свой золотой юбилей, вспоминают, было многое, но всегда умели договариваться и находить подход друг к другу. Просто мы как-то друг к другу подходили. Ну, наверное, любили что ли друг друга. Или уважение у нас было. И он как-то отзывался так. Всегда хорошо. Он всегда говорил, обычно кто-то спросит, он всегда, нет, лучше моей ненузки не найти. Он всегда так говорил. Нина Александровна всю жизнь проработала медиком. Владимир Васильевич – инженер. Сейчас мужчина не может похвастаться здоровьем, но счастлив, что жизнь подарила ему Нину. Очень хорошая, чудесная женщина. Все у него в слезах, в жалости. И все вот в поцелуях возьмет, вот руку, целует, целует. Я так тебя люблю, я так, мне так тебя жалко. Я говорю, ты чего плачешь, тебя жалко. Двое детей, трое внуков и правнучка. Главное богатство и гордость юбиляров. Глядя на них, супруги Вавиловы уверены – жизнь свою прожили не зря. Дети отвечают взаимностью. У нас прекрасные родители, которые дали нам в жизни все. У нас было прекрасное детство с братом. Нас возили на моря. Папа всегда поддерживал меня, в частности, как девочку. Я с ним всем делилась в сокровенном. И от своих родителей, естественно, я видела только самое хорошее, доброе. С золотой свадьбой юбиляров поздравляют районные власти. На таких людях, говорят в администрации, держится весь район. Вы прожили очень большую жизнь. Все было в вашей жизни. Но самое главное, что вы сохранили оптимизм, веру в будущее. У вас прекрасные дети. Мы равняемся. Дай бог вам всего хорошего. Поздравляем с праздником вас. Главное в семейной жизни прислушиваться друг к другу, уметь уступить и не рубить с плеча. Такой золотой совет дают юбиляры молодым с высоты своего семейного опыта. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре разыскивают 15-летнего Никиту Мордвинцева. Парень третий день не выходит на связь. В воскресенье, 6 августа, он вышел из дома и пропал. Приметы. Рост 175 сантиметров, телосложение среднее. Волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в белую футболку, синие джинсовые шорты, черные кроссовки. Всем, кто располагает информацию о пропавшем, просьба позвонить по телефону на экране или обратиться в ближайший отдел полиции. Мотоциклист сбил женщину в Самаре. ДТП произошло в понедельник вечером на Московском шоссе в районе Центрального автовокзала. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель мотоцикла сбил предположительно нетрезвую женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте и на красный сигнал светофора. Женщина жива, на месте ДТП работали медики и сотрудники ГИБДД. Учительницу Самарской школы номер 154 осудили за мошенничество. Городской педагог незаконным путем получила соцвыплату более миллиона рублей, полагающуюся тем, кто трудится в сельской местности. 32-летняя женщина несколько лет назад предоставила в администрацию Хворостянского района необходимые документы и убедила всех, что работает в СПК «Луч» в селе Владимировка. Хотя на самом деле трудилась в Самарской школе. Махинация раскрылась только в январе текущего года. Суд Хворостянского района признал женщину виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно. «Горячая линия» для жалоб на работодателя заработала в Самаре. Об этом сообщает городская администрация. Жители Самары смогут сообщить о фактах незаконной трудовой деятельности, пожаловаться на задержку зарплаты и конфликтные трудовые ситуации. Телефон «Горячей линии» вы видите на экране. По этому номеру горожане могут оставить сообщение, после чего мэрия проверит нарушение трудового законодательства. На привокзальной площади международного аэропорта «Курумыч» появилась инсталляция, напоминающая пассажирам о том, что менее чем через год в Самаре предстоит принимать матчи Чемпионата мира по футболу. Двухметровая инсталляция представляет собой мяч и бутсу, выполненные из материала, напоминающего газон. Самарский аэропорт стал первым в России объектом транспортной инфраструктуры, построенным к Чемпионату мира. По предварительным расчетам в дни проведения Мундиали услугами аэропорта воспользуются около 100 тысяч пассажиров. Спасибо за Высоцкого! Фотовыставкой на площади Славы отмечают юбилей ГМК-62. Городской молодежный клуб в период хрущевской отцепели в Куйбышеве был прогрессивной площадкой. Своё пятилетие в 67-м году ГМК решил отметить с размахом и устроил в закрытом городе несколько концертов Владимира Высоцкого. Неизвестные факты и известные истории приезда в провинциальный город столичного актера и певца расскажет Сергей Кизоркин. Куйбышев 1962 года. Хрущевская оттепель. Молодежь тусит на коммунальных кухнях в Самарском Бродвее, улице Куйбышева от Ленинградской до Некрасовской и в сквере Тревяза. Центральный комитет комсомола на этой волне создает городской молодежный клуб, сокращенно ГМК-62. На своё пятилетие клуб приглашает популярного, но пока ещё не раскрученного певца Владимира Высоцкого. В Куйбышеве впервые в Советском Союзе прошли публичные концерты актера Стаганки. До этого он выступал полулегально в институтах и на предприятиях. Один из руководителей городского клуба Владимир Емец до сих пор находится под впечатлением от концертов Барда. Впечатление было потрясение. У меня мама ветеран войны, фронтовик, военврач, капитан медицинской службы. Я пригласил её, билет пригласить на первый концерт. Мне когда подошёл после концерта, она плакала, у неё слёзы катились. Песня о войне там. Они и сейчас актуальны. У меня тоже, может, слеза появится, если я буду очень серьёзно слушать творчество Высоцкого. Ну, не всё, конечно, а вот именно по этой теме. А так, конечно, зал молчал, тишина гробовая, мухи летали, всё было слышно. Только Владимиру Емецу разрешили фотографировать выступление Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Эксклюзивные снимки сегодня можно увидеть на выставке «Спасибо за Высоцкого» на площади Славы. А ещё гид рассказывает посетителям интересные истории, которые произошли с певцом в Куйбышеве. Например, первую афишу в СССР концерта Высоцкого выпустили в нашем городе. На первой экскурсии побывали бывшие участники ГМК-62, руководство Самары и области. Для меня было открытием то, что мать Владимира Высоцкого, проезжая по реке нашей Волга, оказалась на речном вокзале. А в это же время проходил в этот же день сам Владимир Семёныч, который крикнул маме, «Мама, ты что, не узнаёшь своего сына?» Поэтому приглашаем всех. Ну и хорошо, спасибо. И Самара стала, я считаю, прародителем или открывателем творчества Высоцкого. Городской молодёжный клуб устроил Владимиру Высоцкому в Куйбышеве пять официальных концертов. В мае филармонии в клубе Дзержинского, в ноябре в новом дворце спорта и политехническом институте. На выступление попали не все желающие. Один из заводов подал заявку на 2000 билетов. Получил только 200 штук. В Самарской области здесь просто есть чем гордиться. Потому что мы, собственно, стали таким трамплином, который позволил Владимиру Семёнычу уже совершенно свободно выступать на любую аудиторию. И то, что Куйбышев в Самаре имел отношение к подъёму, к началу его триумфального такого подъёма, несмотря на то, что официально его не спешили признавать и даже запрещали, это, конечно, большая честь для нас. И это наша обязанность эту память сохранять. В год 55-летия ГМК-62 в Самаре, на доме, где работал авангардный клуб, появилась мемориальная доска. В сентябре откроется выставка, посвящённая ГМК. В филармонии пройдут торжества. А фото-выставку «Спасибо за Высоцкого» можно увидеть до конца августа. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Самарские любители футбола с нетерпением ждут чемпионат мира. До его старта осталось чуть больше 300 дней. Фанаты без дела не сидят, сами вовсю осваивают премудрость английской игры. Как у них это получается на городском спортивном фестивале «Футбольная Самара»? Увидел Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». На кону кубок болельщиков. Самый престижный турнир городского спортивного фестиваля «Футбольная Самара» прошёл в парке Гагарина. Финалисты команды «Старая Зубчага» и «Город». Физкультурные коллективы с постоянным составом уже не первый сезон выступают на любительских соревнованиях. Индивидуальное мастерство и сыгранность засушили первый тайм, но уже второй показал, кто на поле чемпион. «Старая Зубчага» победила со счётом 5-0. Футбольный ажиотаж участники турнира объясняют предстоящим чемпионатом мира. Ведь несколько матчей пройдут и в Самаре. «После чемпионата ещё прибавится, команды будут ещё так же играть, ещё с большим удовольствием, под впечатлением тех игр, как... Чемпионат как бы влиял положительно всё равно, и инфраструктура, и всё вот это вот». Фестиваль «Футбольная Самара» проходит в областной столице третий год. От сезона к сезону количество команд-участниц только увеличивается. Сегодня за медали в шести турнирах сражались 500 фанатов футбола. «Все в ожидании чемпионата мира, и у нас в этом году очень много проходит соревнований по футболу. Все ждём и гордимся, что чемпионат мира будет в Самаре». На фестивале любой самарец, вне зависимости от возраста и пола, мог показать, какой он мастер футбола. Кроме Кубка болельщиков разыграли трофеи в таких турнирах, как Кубок наций, исполнительной власти и трудовых коллективов, будущее поколение и на поле только девушки. «То количество женских команд, оно становится больше. Здесь в первую очередь это роль тренеров. У нас появились тренеры, которые работают с девушками. И те турниры, наверное, которые мировые показывают, потому что команда «Россия» женская, она играет очень замечательно. Это тоже даёт свои плоды». «У нас в Самаре любят футбол, играют в футбол. И слава богу, что вот есть сейчас такие площадки. Это первое то, что огромное большое спасибо Самаре, так сказать, что открыли бесплатные именно эти площадки открытые. Ну и второе, что такие вот фестивали, турниры проходят. Мы с удовольствием в них участвуем». Кубок болельщиков – новый турнир футбольного фестиваля. И с первой попытки побил все рекорды, как по количеству участников, так и по результативности. В одном из матчей было забито в общей сложности 15 мячей. А первыми призёрами турнира стали команда «Легион» с бронзовыми медалями. Город взял серебро, золото – у старой зубчаги. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Лунное затмение в объективе фото- и видеоаппаратура. Жители России самарцы в том числе выкладывают сеть в виды ночного небесного шоу. Это астрономическое явление, при котором Луна покружается сначала в полутень, а затем в тень Земли. Затмение 7 августа было частичным. Оно началось вечером в половине десятого по местному времени и завершилось ближе к полуночи. Оно было видно по всей территории страны, кроме Чикотки и Камчатки. Там Луна уже успела зайти за горизонт. Во время затмения Луна постепенно окрашивается в красный цвет. Это связано с особенностями рассеяния солнечного света в земной атмосфере. В древности красный лунный диск наводил суеверный ужас и считался предзнаменованием страшных событий. В наше время отношения к небесным явлениям намного спокойнее. Наблюдать затмения в Самаре вышли сотни людей. Ну а наш выпуск на этом завершен. Удачи вам. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА